В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Задали вопросы напрямую. Глава Самара Олег Фурсов встретился с жителями промышленного района. Экстренная эвакуация. 27 жителей железнодорожного района были вынуждены покинуть свой дом. Горячая точка в собственном дворе. Целый месяц в Куйбышевском районе неизвестный стреляет по всему, что движется. Им не любые дороги дороги. Активисты Общероссийского народного фронта с инспекцией прокатились по Самаре. Здоровье детей на первом месте. Собранные на благотворительном аукционе в Самаре полмиллиона рублей отдадут детям, которые больны раком. Перспективы дальнейшего сотрудничества с Самарской областью обсудили в Москве губернатор Николай Меркушкин с председателем правления Новотек, председателем совета директоров Сибур Леонидом Михельсоном и депутатом от Единой России Леонидом Симоновским. Среди центральных вопросов участие компаний в масштабных инвестиционных проектах на территории региона. К примеру, дальнейшее развитие индустриального парка Тольятти-Синтез. Доступны договоренности о размещении заказов на самарских предприятиях, продукция которых будет использоваться на крупных строящихся объектах Новотека и Сибура на севере страны, что в условиях импортозамещения особенно важно. Участники встречи обсудили и поддержку в сферах образования и спорта. Речь шла о новокуйбышевской волейбольной команде «НОВА» и развитии спортивной школы. Рак излечим, если есть надежда. Почти полмиллиона рублей собрали на благотворительном аукционе в Самаре. На эти деньги купили игрушки, но большую их часть отдадут родителям, чьи малыши тяжело больны. В онкогематологическом отделении первой детской больницы устроили целый праздник, где и вручили подарки. Репортаж Марины Кравцовой. На месте не сидится. Четырехлетний Владислав и с друзьями поиграть успевает и собаку из воздушного шарика скрутить. Даже непонятно, где черпает силы. Сейчас мальчик проходит химиотерапию. Начиналось все, как обычная простуда. Потом выяснилось – лейкоз. Впереди еще год лечения. В такой ситуации родители и врачи стараются сделать все, чтобы порадовать малышей. Когда здесь детки лежат безвелозно, недели, месяцами. Какая-то безделушка, игрушка. Это мало того, что очень ребенку полезно поднимает настроение, там надо маму поддерживать тоже. И в хмурую погоду у ребят по-настоящему весеннее настроение. Целый детский автопарк пополнил игровую онкогематологического отделения первой детской городской больницы. Велосипеды, симпатичные машинки, коляски стали подарками от городской администрации. Электронные книги для детей постарше. Но это лишь малая часть помощи. Основная – деньги, которые собрали на благотворительном аукционе «Подари надежду». Он прошел по инициативе главы Самары и общественной организации инвалидов 26 февраля. Тогда с молотка ушли 20 творческих работ, сделанных людьми с ограниченными возможностями здоровья. Авторы получили стартовую стоимость лотов. И больше 4-х 30 тысяч рублей удалось собрать на благотворительность. В больнице решили, эти деньги распределят между семьями детей, которые особенно нуждаются в поддержке. Помощь будет адресная. При лечении такой патологии требуется очень много всего, чего даже не предусмотришь. Дети, попадающие к нам в стационар, чаще всего попадают в трудную жизненную ситуацию. То есть семьи страдают. Ежегодно лечение здесь проходит около 700 детей. Поддержка им нужна и материальная, и душевная. Настоящим праздником для маленьких пациентов стало и театрализованное представление. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Здание бассейна при 108-й Самарской школе в промышленном районе будет восстановлено. Об этом стало известно во время встречи главы города с жителями. Диалог с мэром длился более трех часов и собрал более 200 человек. О чем горожане спрашивали Олега Фурсова, расскажет Лариса Шалафаст. Это уже вторая встреча главы города с жителями. Первая прошла в Октябрьском районе в начале марта. Такой формат общения с Амарсом интересен. Это видно по количеству пришедших людей в зале «Аншлаг». Основная часть встречи посвящена ответам на вопросы горожан. Людей волнует внешний вид района, состояние дорог, а также график движения общественного транспорта. Они просят организовать дежурный трамвай. Готники второй смены, они заканчивают поздно, в 11, в 12. И вынуждены, как добираться, это большой-большой проблемный вопрос. Я столкнулась с этим совершенно случайно, потому что часто, мне дача очень далеко, приезжаю поздно на Стахановскую. Оттуда, будь то погода, непогода, уехать очень сложно. Спасибо большое, очень хорошее предложение. Значит, по дежурному трамваю давайте протокол запишем. Одной из ключевых тем встречи становится строительство новых детских садов и школ. Сейчас в промышленном районе Самары нужно дополнительно 1600 мест в учебных заведениях. И более половины из них работают в две смены. А задача, чтобы школьники учились только в одну смену. Задача, поставленная президентом России. Нами подобрано порядка 13 площадок для того, чтобы такие школы дополнительно были построены. Мы для школ подбираем площадки в вашем районе, если вот интересно скажу, это на улице 22-го портсъезда, на Новосадовой, Жигулевской, Московском шоссе. Это граница территории. И в границах проспекта Кирова, Московского шоссе, улица Губанова. В промышленном районе будут строить и детские сады. В планах возвести новые здания в районе пересечения Шверника и Новосадовой, а также на улицах Калинина, Воронежская и Теннисная. Во время встречи с жителями глава Самары сообщил, в 108-й школе восстановят здание бассейна, которое пустует уже 10 лет. Мы выделим вот ту сумму, это около 24 миллионов рублей, для того, чтобы в самые кратчайшие сроки этот бассейн запустить в дело. И у меня тогда очень большая просьба будет к департаменту образования. Давайте сделаем так, чтобы этим бассейном могли пользоваться не только школьники, а пусть этот бассейн работает в две смены. И дети близлежащих домов, которые не учатся, быть может, здесь, могли тоже этот бассейн посещать. Общение с самарцами длится более трех часов. Во время встречи с жителями промышленного района специалисты профильных департаментов принимали и письменные заявления от самарцев. Работала мобильная приемная. Такие встречи глава города проведет во всех районах Самары. Дорожный контроль. Проверить качество ямочного ремонта. На Самарские улицы вышли активисты Общероссийского народного фронта. Сегодня они взяли под контроль Полевую и Чкалово. Следить за тем, как соблюдаются технологии, общественники будут по всему городу. Вместе с активистами в рейд отправилась и Алина Чемерес. Пришел, увидел, зафиксировал. Активисты народного фронта пристально изучают буквально каждую яму. В ход идут рулетка и даже подручные средства. Как обработаны края пробоины, в которые будут заливать асфальт, насколько она прочищена. Чтобы узнать, все ли выполняется строго по технологии, общественники внимательно расспрашивают рабочих. Я вижу ямы, мы их обрубаем, делаем прямоугольную форму, чтобы края ровные были. Ну, здесь вот, чтобы они были, это как бы, до хорошего асфальта, не разрушенного. Глубоки ли ямы, какой температура асфальтобетонная смесь, насколько опытны рабочие. Под общественным контролем каждая деталь. Активисты отметили, ремонт ведется планомерно и слаженно. Но главный вопрос, сколько после него прослужат дороги. С сегодняшнего дня берем контроль вот за конкретной улицей, полевой, от Мичурина до Волжского проспекта. Сегодня был произведен именно ямочный ремонт. И мы хотим проследить, сколько вот эти заплатки продержатся. Мы там раз в неделю будем мониторить и будем контролировать процесс именно по конкретному участку. Нужно привлекать как можно больше общественность к решению данного вопроса, для того, чтобы люди видели и сами реально принимали участие в контроле за проведением этого ремонта, следили за качеством и своевременно сообщали о всех увиденных ими недосках, дефектах и оказывали посильное влияние на это. Регулярные рейды активистов Народного фронта по Самарским улицам будут проходить в течение недели. Контролировать соблюдается ли качество ремонта дорог будут во всех районах города. В результате соберутся на круглый стол, где обсудят, что нужно сделать для того, чтобы качество ремонта самарских улиц улучшилось. Пригласить на беседу планируют подрядчиков и представители администрации. Общественники уверены, совместными усилиями получится преобразить транспортные артерии Самары. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. ЧП районного масштаба жителей 20-го дома по улице Аврора экстренно эвакуировали самарские спасатели. Около фундамента здания в земле образовалась трещина. По экспертным оценкам глубиной 15 метров. Судьбой двухэтажки 60-х годов постройки и ее жители озаботился и Сергей Кизуркин. Семейство Терехиных срочно покидает свою квартиру. С собой забирают самое дорогое – дочь Викторию, собаку, кошку и вещи первой необходимости. К 20-му дому по улице Аврора уже 60 лет. Вплотную с фундаментом образовалась трещина в земле. По экспертным оценкам – 15 метров глубиной. Александр рассказывает, все началось пару дней назад. У меня дочь первая заметила, она с работы поздно ехала, заметила дырку маленькую. Я гулял утром с собакой, тоже подходил, и корни висят, все. Потом у меня через два вышел гулять, там метра четыре. По звонку сотрудники МЧС на место происшествия выехали незамедлительно. Аварийный дом отключили от электричества и газа. По прибытию оперативной группы было установлено наличие провала рядом с отмосткой дома. Провал площадью по поверхности 4 квадратных метра и в глубину до 15 метров. Можем предположить, что были пустоты, которые не учитывались даже при строительстве дома. То есть то, что мы наблюдали, возможная пустота, она на глубине свыше 10 метров. И судя по тем остаткам земли на корнях деревьев, на фундаменте, который оголился, все, само происшествие произошло на глубине более 10 метров. Более точная оценка причин обвала грунта в районе 20-го дома по улице Аврора появится только после геологической экспертизы. Двухподъездный дом эвакуировали 12 семей, 27 человек. Власти железнодорожного района предложили людям временно разместиться в спортзале 18-й школы, обеспечили горячим питанием. Если дом признают непригодным для проживания, им предложат маневренный фонд. Сработали на то все есть, во взаимодействии с главным управлением МЧС по Самарской области отработали ситуацию. Отселили детей, эвакуировали семей, эвакуировали в школу. В школе организовали горячее питание, в следующий – организовали охрану, выставили охрану. В следующий момент в данной ситуации на 18 часов в зале администрации приняли семей, которые на сегодняшний день хотя предложили им смотровые в маневренном жилищном фонде либо в специализированном жилищном фонде. Мы наблюдаем, и потом будет комиссионно принято решение о заселении, либо незаселении семей обратно. Дом неаварийный, пятой категории, ветхий. Вопрос будет рассматриваться в апреле месяце в ведомственной комиссии, межведомственной комиссии о принятии его либо признания аварийным, либо ветхим, либо что-то иное, какое-то решение. Выселенные квартиры, опечатанные охраняются полицией. Ведется круглосуточное видеонаблюдение за состоянием аварийного дома. В настоящее время провал уже засыпан грунтом. Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. События. Жители Куйбышевского района Самары передвигаются по собственному двору короткими перебежками. А с детьми предпочитают теперь гулять как можно дальше от дома. Месяц назад в никогда тихом районе прозвучали первые выстрелы. С тех пор каждое утро жители подсчитывают ущерб. Кто же этот неизвестный стрелок? В командировку в горячую точку отправилась Виктория Шаре. Эксклюзивные кадры. Этот перекресток в Куйбышевском районе Самары, пересечение улицы Калининградской и 40 лет пионерии, за последний месяц превратился в огневой рубеж. Люди вот этого дома боятся выходить на улицу, парковать свои машины и в последнее время даже опасаются за жизнь своих детей. На счету неизвестного стрелка шесть изуродованных автомобилей, повреждение окон в нескольких квартирах и даже покушение на жизнь женщины. Люди уверенно стреляют из дома напротив. Это подтверждает и траектория выстрелов. Светлана Сафина на работу теперь ходит пешком. Автомобиль с разбитым боковым стеклом дожидается ремонта на охраняемой парковке. Сработала сигнализация на моем автомобиле. Когда я вышла, на следующий день 11 числа обнаружила поврежденное переднее левое стекло и лакокрасочный сбой на машине. Было заявлено в милицию. Через несколько дней мне выдали отказ в возбуждении уголовного дела. Вадим от действий злоумышленника пострадал вдвойне. Сначала ему разбили автомобильное стекло, шесть пуль всадили в боковые дверцы, а спустя несколько дней обстреляли окна квартиры. У меня, например, ущерб автомобиля составляет 58 тысяч. Справку я предоставил. А они взяли в дело 7 тысяч рублей только стоимость стекла. То есть ни лакокрасочное покрытие, ни работы туда не были взяты. И сумма маленькая получается. Никакого уголовного дела, ничего не будет там производства идти никакого. Сквозь пулевые отверстия в окна смотрит на мир теперь и любовь Янаева. Поздно вечером она услышала какие-то странные звуки, а когда рассвело, обнаружила в окнах шесть следов от пуль. Что нам ждать? Может быть, от нас вообще пристрелят здесь? Я не знаю, что ждать. Вначале стреляли в машины, теперь в квартиры. Дальше что, в людей или как? Как нам жить? Я вообще не пойму. А дальше действительно в людей. Ирина Журавлева теперь возвращается из сада с ребенком новым маршрутом. Так дальше зато безопаснее. Чувствую, сначала одна пуль пролетела, но я думаю, может кто, мальчишки балуются с этими пульками. Потом вторая по куртке и по спине пролетела. И третья прямо вот передо мной. То есть я прямо ее настолько реально ощутила, думаю, еще бы секунды и точно попала бы в меня. Прям вот аж дрожь. Заявления жителей в полиции принимают, а через несколько дней неизменно отвечают отказом в возбуждении уголовных дел. Официальная версия – несущественный материальный ущерб. Однако эксперты усматривают состав преступления, предусмотренного статьей хулиганства. Виновнику может грозить до семи лет лишения свободы. Причины, конечно, есть для возбуждения, поскольку в данном случае причиняется вред не только материальный, но еще и моральный. Это тоже никуда. А второе здесь фактически идет к тому, что если человек будет стрелять безнаказанно, постоянно, он в итоге может попасть кому-то либо в власть, либо в висок, и кончится все это убийством. Жители написали заявление в прокуратуру. Наша телекомпания также отправила официальный запрос в полицию. Как только нам удастся получить комментарий, мы вернемся к этой теме. Виктория Шарая, Константин Головин, Артем Сулайманов. События. Восемь с половиной лет в колонии общего режима. Такой приговор суд советского района Самары назначал адвокату Ольге Гисич. Напомним, ее обвиняли в организации нескольких преступлений, вымогательстве крупной суммы денег, поджоге автомобилей и избиении сотрудников медицинской компании ИДК. Напомним, что приговор Дмитрию Козлову, которого по версии обвинения Гисич наняла, чтобы отомстить врачам, уже вынесли. Всего два года колонии поселений. Следствие полагает, что мотивом для преступлений послужил поставленный Гисич ошибочный диагноз – рак. Она же, в свою очередь, свою вину полностью отрицает. По ее словам, ее подставили, поскольку, являясь юристом, она отстаивала права женщин, которые якобы пострадала от действий врачей. Приговор как осужденные, так и ее адвокат намерены обжаловать. Дойти, говорят, готовы и до Верховного суда. А пока восемь с половиной лет колонии. Ну, конечно. Общественное мнение. Как в случае с рекламой мужских спа-салонов, которые привлекают внимание к платным услугам интимного характера. А в России они запрещены законом. Очень много ее по всей России было, много обсуждалось, но решений, как я очень мало видел, потому что они, конечно, тоже работают на грани, так скажем, фолодопустимого. И здесь такая оценка общественная очень важна. Я сам, конечно, считаю, что это негативное размещение такой информации, ничего хорошего для общества несет. Поэтому, в общем-то, и решения такие мы принимали, и спрашивали, и вообще на этом акцентировали внимание. Их оружие – слово, музыка и жест. С Днем работника культуры в Самаре поздравили всех, кто сам неравнодушен к Великой селе искусства и приобщает к нему других. В культурной сфере Самары работает почти две с половиной тысячи человек. Условия их труда в последние годы значительно улучшились. Отремонтировано сразу несколько домов культуры, кинотеатров. Современным оборудованием оснащены библиотеки. Снижать темпы не собираются, ведь от воспитания чувства прекрасного в подрастающем поколении зависит будущее не только Самары, но и всей страны. Отрасль культуры сложно переоценить. По большому счету, все, что составляет национальный дух, национальные традиции всей нашей большой страны, где проживает много народов, много конфессий, все это, конечно, культура. Это то, ради чего вообще, наверное, живет народ, живет страна. Это те достижения, которые остаются после нас, которые были до нас созданы. Мы все это должны сохранить, передать дальше. В библиотеке можно не только читать книги, но и играть в развивающие игры. В Самарской областной юношеской библиотеке проходит неделя книжной вселенной, в рамках которой ребята посмотрят кино, научатся делать уличную фотографию и повысят IQ с помощью головоломок. В мир кубика Рубика погрузилась и Марианна Мирная. Саша Маденов повредил руку и пришлось учиться собирать кубик Рубика одной правой. Получилось. Теперь Саша – юный спидкубер, так называют тех, кто на скорость решает головоломку. Первый кубик Рубика мне достался от самого себя. Я его купил в метро после того, как решил собирать змейку. Я собирал змейку где-то около месяца, и мне решилось развиваться дальше. Я купил кубик Рубика, научился его собирать. Клуб любителей головоломок несколько раз в неделю собирается в одном из залов областной юношеской библиотеки. Ребята делятся опытом и соревнуются, хотят побить мировой рекорд. Чемпион собирает кубик Рубика за пять секунд. Какой самый оригинальный кубик, сказать непросто. Все кубики, которые вы здесь видите, они по-своему интересны, и крутить их можно бесконечное количество времени. Конечно же, это кубик классический 3х3, особенно мне нравятся пластиковые головоломки, колоры так называемые. Ну и, конечно же, большие кубы 7х7, 6х6, 5х5. В юношеской библиотеке на этой неделе проходит книжная вселенная. Ребята могут познакомиться с произведениями на разные темы, в том числе с пособиями по головоломкам. Интерес к теме как у юношей постарше, так и у маленьких гениев. Мне нравится то, что его очень сложно собирать. То есть, когда мне скучно, не хочется поразбивать свой мозг, раз, беру кубик Рубика и собираю его. В рамках книжной вселенной пройдут кинопоказы, день литературы и мастер-классы по созданию уличной фотографии. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Об экономических событиях последнего рабочего дня недели расскажет наш обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте! Скачки нефть, рубль, доллар продолжаются. Черное золото выросло до 41 доллара за баррель и рубль развернулся вверх. На выходные Центробанк установил курс доллара США на отметке 68,43 рубля. Курс евро 76,40 рубля. Золото стоит 2659 рубля за грамм. Серебро стоит 34,53 рубля за грамм. Скорее всего, на следующей неделе скачки рубля относительно доллара и нефти продолжатся. В правительстве, кстати, тоже скачут. Рассмотрение закона о коллекторах перенесли. И продолжается бурная дискуссия о повышении пенсионного возраста. А вот банкиры отмечают, что все больше граждан пользуются пластиковыми картами. На сегодня это все. Удачи в делах. А теперь пришло время новостей спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Самарский спортсмен-чемпион страны по бобслею. Волейбольная нова набирает очки в российской суперлиге. Комета выиграла серебряные медали юношеской хоккейной лиги. Самарская комета второй матч финала по Волжье юношеской хоккейной лиге проиграла со счетом 1-5. Казанский Акбарс сделал орг-выводы после досадного поражения в первой игре. Тогда комета победила в результате после матчевых булитов 3-2. Однако исход серии остался за Акбарсом. Они стали чемпионами по Волжье ЮХЛ. Разница забитых и пропущенных шайб у казанцев лучше. Однако оба финалиста будут представлять федеральный округ на финале первенства страны. Волейбольная нова засушила Нижневартовскую югру со счетом 3-0 по партиям в российской суперлиге. Если первый период новокуйбышевцы выиграли уверенно, то судьба второго решилась в игре на больше-меньше. Финальная партия прошла по сценарию Новы. 25-18 итоговый счет. И волжане уверенно закрепились на 10-м месте суперлиги из 14-ти. Лидер – казанский «Зенит». В Бобслей у самарцев дела катятся куда лучше. Александр Третьяков выиграл чемпионат России. До этого успеха «Саночник» поднимался на высшую ступень пьедестала почета на Олимпиаде в 2014-м, на чемпионате мира в 2013-м и Европы в 2007-м. Серебряная медаль еще у одного самарского армейца Никиты Трегубова. Он проиграл чемпиону 0,04 секунды. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Как на Цезаревы именины приготовили торт из курицы. Девять тушек по одной за каждый прожитый год жизни. В самарском зоопарке царь зверей принимает поздравления с днем рождения. К имениннику отправилась и Марьяна Мирная. Мясо в клетку очень даже докладывают. При виде угощения со свечками именинник Лев Цезарь немного проявляет агрессию и рычит. Несмотря на то, что живет в зоопарке, а не в Саванне, по праву остается царем зверей. Еще бы говорят сотрудники, Цезарь – единственный обитатель с такой гривой. К людям он привыкший, поэтому ни на кого не кидается. Докторов наших он не любит. Он же знает, что они либо уколы тут делают, либо еще что-то. На них он сразу кидается и убегает в будку. Цезаря привезли в самарский зоопарк из Казани еще котенком в 2007 году. За это время его полюбили не только сами работники зоопарка, но и жители Самары. Сетуют, что невесту ему привезти пока нет возможности. Клетка для двоих будет маловато. Хотя Цезарь, как зрелый мужчина, давно готов стать отцом. Как говорится, лучшая каша – это колбаса, а для короля зверей лучший торт – это курица. Сегодня Лев Цезарь отмечает свой девятый день рождения. И телеканал «Самара ГИС» присоединяется к поздравлениям. Мариана Мирная, Сергей Баскин, Лев Цезарь, События. А мы вам напоминаем, что в ночь с 26 на 27 марта жителям Самарской области не надо переводить стрелки часов. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите на экраны своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин